Метод эквивалентных фотонов Это полностью аналогично, только мы будем в одной системе отчета смотреть, а в заданиях в другой системе отчета. Первая задача на сегодня. Рассмотрим тормозное излучение. Е-, 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 Гамма. Тормозное излучение электрона на покоящемся электроне. Вот у нас один электрон будет покоиться, а другой на него налетать с большой энергией. С энергией много больше массы. То есть ультрарелятивистский электрон будет налетать на покоящийся электрон. И найти спектр тормозного излучения. То есть, как обычно, D-сигма по D-омега. То же самое, что мы смотрели в мягкофотонном приближении, но здесь, как уже понятно из предыдущей, наверное, задачи, область будет шире. Что мы с вами знаем? У нас есть два электрона. Один покоится, другой быстро летит. Если у нас тормозным образом излучает верхний электрон, то преимущественно куда летит тормозной фотон? Коллинеарно. То есть примерно в угле единицы на гамма, в зависимости от разных значений параметров энергии к массе. Этот угол может быть где-то больше, где-то меньше, но параметрически это малый конус раствора порядка единицы на гамма. Правильно? А это если излучение происходит с верхнего электрона, который быстрый. Давайте нарисуем, этот электрон из быстрый, а этот покоящийся, fast и rest. С быстрого электрона мы будем видеть конус. А медленный электрон, он вначале почти стоял. Если он в электромагнитной волне быстрого начинает колебаться, то его излучение куда направлено? Есть ли какое-то направление вообще выделенное особо? Типа некой восьмерки будет. Направление, конечно, есть излучение, потому что есть первоначальный электрон. Но фактор, что у вас будет обычное дипольное излучение, в этом смысле оно достаточно равномерно по всему телесному углу. То есть, грубо говоря, у вас от излучения быстрого электрона будет некий конус. От излучения медленного электрона будет какая-то такая достаточно равномерная, плавная по всем углам функция. То есть, что можно сказать? Я к чему это говорю? Такое на словах качественное объяснение того, что можно разделить излучение быстрого электрона и медленного электрона. Они сильно разные. У них разное угловое распределение, поэтому их можно одно другого отличить. И давайте это и сделаем. То есть, у нас есть вот этот механизм А, я его назову, когда у нас излучение происходит с быстрого электрона. Есть механизм Б, который можно представить как излучение с медленного электрона, первоначально покоящегося электрона. Оба эти механизма будут давать вклад в полное Дсигма. Это есть Дсигма А плюс Дсигма Б. И в случае, если мы рассматриваем рассеяние под малыми углами, у нас будет Е-Е-, 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 где Е-Е- летят под малыми углами рассеяния. Мы что можем сказать? Мы можем сказать, что про вот эту передачу, какова она. Допустим, даже у нас излучения вообще никакого нет. Раз углы малы, то про эту передачу что можно сказать? Что она мала. То есть, что все компоненты, все компоненты вот этого четырехвектора, давайте я его К обозначу, четырехвектора К, что они все малы. И что вот этот К квадрат, соответственно, примерно ноль. То есть, он достаточно близок к реальному фотону. Что это значит? Это значит, что это есть некий намек на то, что мы можем использовать метод эквивалентных фотонов. Где эквивалентным фотоном является что? Какой фотон? Виртуальный, да, вот этот фотон. Причем, это имеет место и для механизма А, и для механизма Б. Вот смотрите, что было в механизме А. Вот мы в прошлой задаче рассматривали излучение на ядре. Было очень тяжелое ядро, да, такое тяжелое, что для него эффект отдачи отсутствовал. Очень тяжелое ядро, и на нем рассеялся быстрый электрон. Правильно? И мы для этого случая написали прямо ответ сразу. Д-сигма, Д-сигма А. Мы написали ответ через, там входил заряд ядра и так далее. Правильно? Здесь ровно та же самая история вот в первом механизме А. Если у вас все компоненты вот этих, этого четырехвектора малы, да, то отдача мала, и мы можем просто взять ответ из задачи для излучения на ядре. То есть для первого механизма мы сразу можем написать ответ. Мы его получили на прошлом занятии, он в раздат его получал. Да, давайте его просто напишем, что у нас там было. Было 4, альфа, РЕ в квадрате, да, наверное. Там было З в квадрате, где З заряд ядра. Теперь З не будет, поскольку у нас вместо ядра один электрон. Один электрон. Д омега штрих, вот это будет омега штрих. Частота Д омега штрих на омега штрих. Вот такое выражение. Логарифм, там были еще некие. Е штрих на Е. Логарифм Е е штрих на М омега штрих. Правильно? Где Е штрих, это есть Е минус омега. Е энергия быстрого электрона. Омега штрих, это частота тормозного фотона. И скобочка здесь была. Там было Е на Е штрих плюс Е штрих на Е. И что еще? Минус две трети. Минус две трети. Вот такое выражение. И мы считали, что наше приближение работает там, где вот этот логарифм много больше единицы. То есть наши параметры таковы, что этот логарифм много больше единицы. И тогда мы можем применять наш метод. Давайте теперь ко второму случаю. Мы перейдем к механизму B. То есть здесь также у меня вот виртуальный фотон. Мы его считаем теперь эквивалентным фотоном. И можем написать полное сечение, как Дсигма. Это есть число эквивалентных фотонов в нашем быстром электроне. В электроне Еф, напишу. Еф умножить на Дсигма. Медленный, быстрый переходит в Р штрих и гамма штрих. То есть второй сомножитель – это просто Камптоновское сечение. Давайте его напишем. Число фотонов в электроне мы с вами знаем. Открываем формулы прошлого семинара. Вы открываете, я в памяти, и вы меня проверяете. Там стояла альфа на 2π. Д омега. То есть его частота есть омега. Здесь есть Ку перпендикулярная. Омега. Д омега на омега. То есть это омега – это частота эквивалентного фотона у нас. Частота эквивалентного фотона. Д омега на омега. Здесь стояла что? Единичка плюс х чертой в квадрате. То есть 1 минус х. Х – это что такое? Это омега поделить на Е. Все в квадрате. Такая величина. И логарифм. Под логарифм стояла Ку перпендикулярная максимальная. Поделить на Мх. То есть Мх – это омега на Е. Ку перпендикулярная максимальная определяется массой вот этого нижнего блока. Характерной максимальной массой нижнего блока. Если мы интегральное сечение смотрим. Либо характерным импульсом, вот этим перпендикулярным импульсом, если мы дифференциальное сечение смотрим. В данном случае это будет просто масса, раз мы интегральное сечение будем смотреть. То есть масса электрона. Здесь я квадрат не написал, поэтому здесь я не 2π пишу, а просто π. Правильно написал сечение? Правильно написал? Это dm. dsg. dsg – оно тоже в такой удобной системе отчета, в которой электрон покоится, на него налетает эквивалентный фотон. Эквивалентный фотон. То есть в этой системе отчета мы уже комптон писали с вами. То есть опять же я пишу, вы проверяете. То есть πα² поделить на частоту налетающего фотона, то есть в данном случае эквивалентного фотона в квадрате, dω' – дифференциально по конечному фотону. А здесь стоит скобочка. В скобке стоит ω на ω' плюс ω' на ω' плюс m на ω' минус m на ω' в квадрате минус 2m на ω' минус m на ω'. Правильно? На прошлом семинаре оно у нас уже было. Просто проверяем, чтобы все коэффициенты были правильно. И нам нужно проинтегрировать. По поперечным импульсам эквивалентного фотона мы уже проинтегрировали, заработав вот этот большой логарифм. То есть мы уже работаем в логарифмической точности, и этот логарифм должен быть большой. Это что значит? Это значит, что если вдруг наши параметры будут таковы, что этот логарифм небольшой, значит здесь уже метод наш не работает, метод эквивалентных фотонов. То есть мы должны следить за тем, чтобы логарифм был всегда большой. Интегрируем от некой минимальной частоты эквивалентного фотона до некой максимальной. Вот давайте и то, и другое найдем. В доске кто-нибудь идите? Давайте посмотрим, что получится. Сергей, давайте идите. Во-первых, давайте разберемся с тем, что такое омега-минимальная и омега-максимальная. Это не очень простой вопрос. Для этого вспомним кинематику комптоновского рассеяния, когда электрон покоится, на него налетает фотон энергичный. Вот там мы с вами знаем, что есть связь между частотой рассеянного фотона и частотой налетающего фотона. Что это за связь? Мы ее писали на прошлом семинаре. То есть через косинус угла рассеяния упаковывающийся электрон, на него налетел фотон эквивалентный с частотой омега, а этот рассеялся под углом θ на частоту омега-штрих. Какая у нас связь была там? Можете в тетрадке посмотреть, если не помните. Либо у товарища спросите. То есть есть однозначные соответствия между углом и частотой конечного фотона, между θ и омега-штрих. Вы ее лучше запишите в первоначальную симметричную форму. Ну ладно, хорошо, запишите. Давайте пишите. Косинус θ, хорошо. Что там еще было? Масса была, да? Масса. Здесь минус был, да? Минус там был? Плюс. Плюс был, да. Вот здесь вот немножко все иначе, чем в предыдущей задаче. Смотрите, здесь у нас омега-штрих. Это частота тормозного фотона. Она фиксирована. Мы ее зафиксировали, и по ней вот этот дифференциал за интеграл выносим. Омега-штрих у нас зафиксировано. А нам надо понять, как омега меняется в зависимости от угла. Поэтому нам нужно наоборот выразить омегу через омега-штрих. То есть вот это соотношение, это соотношение, оно у нас откуда взялось? Из того, что вот эта скобка есть один минус косинус тельта. Из этого соотношения получилась эта формула. Давайте наоборот омегу выразим. Спасибо. 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 Ну, числитель и знаменатель на омега-штрих. Недомножьте, чтобы как-то покрасивее было. Омега-штрих зафиксировали. Омега-штрих зафиксировали. Омега-штрих зафиксировали. Частоту и спрашивали. И спрашивали, в каких пределах может меняться омега? Омега. Если косинус тета равен нулю, то омега... Ну, в уме, наверное, там можно сокращать-то. Нет, если косинус тета равен нулю, не косинус... А, пардон. Если тета равно нулю, тета равняется. Тета меняется от нуля до пи. От нуля до пи, да? То есть просто омега-штрих будет, правильно? Мы смотрим диапазон изменения. У нас тета изменяется от нуля до пи. От нуля до пи. То есть омега-штрих, а если тета, соответственно, равно пи, то... Не-не-не, если тета равно пи, то здесь что будет? А, тогда это будет минус... Д2 будет? Двойка будет, просто двойка, да. Угу. Вот сразу видно, что здесь возникает некое раздвоение на несколько случаев. Вот у нас частота омега-штрих, мы пока про нее ничего не говорили. Частота омега-штрих может быть меньше, чем m пополам. Да? Если она меньше, чем m пополам, то у вас вот эта величина, она не уходит в бесконечность. Правильно? Либо частота, может быть, частота тормозного фотона может быть больше, чем m пополам. Больше, чем m пополам. Если она больше, чем m пополам, то вы до угла тета равно пи не доходите, потому что у вас уже при каких-то углах меньших, чем пи, этот знаменатель обращается куда? В ноль обращается. И, соответственно, максимальная частота у вас будет не вот такая, а будет бесконечность. Правильно? То есть у нас возникает несколько случаев. Один такой случай, другой такой случай. Ну, давайте с вами какую-нибудь из них рассмотрим. Какой вам больше нравится? Давайте первый. Хорошо. Хотя второй интереснее. Омега штрих меньше, чем m пополам. Тогда омега минимальная чему равна? Что из них больше, что из них меньше? Это меньше, да? То есть это омега штрих, а омега максимальная? Ну, перепишите еще раз. Омега штрих m, да. Да, вот так вот. В каких пределах мы интегрируем? Давайте посмотрим по частоте. Вот я нарисую, это омега штрих, а здесь я нарисую нижний предел. Функция омега минимальная равняется омега штрих. Это вот такая функция, правильно? Это омега минимальная равняется омега штрих. А теперь нарисуйте вот эту функцию, омега максимальная, как функция омега штрих. Как она выглядит? чтобы понять откуда докуда мы интегрируем ну что такое какая кривая как функция омега штрих это что такое что такое смелее гипербола обычная гипербола вот эта функция как функция омега штрих гипербола правильно асимптотики у нее где на м пополам да вот здесь вот где то есть давайте подальше м пополам вот такая у нее одна асимптотика а вторая асимптотика какая у меня какая вторая асимптотика у меня если к бесконечности стримим омега штрих то к чему эта функция к чему идет шустрее минусом пополам до минусом пополам все забыли всю школьную арифметику минусом пополам да то есть вот такая гипербола нарисовать она у нас поскольку там знак минус то она вот в этой четверти вот в этой четверти да и через какую точку она проходит если омега штрих скажем равно нулю через ноль да вот рисуйте какую гиперболу который у вас с такой асимптотикой да 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 вот ну понятно что вот сюда вот и и здесь ее рисовать не надо давать его пунктирное нарисуйте либо как-нибудь потому что у нас частота не может быть отрицательна да то есть у нас частота омега штрих она положительная да поэтому здесь вот нам она не нужна то есть мы интегрируем в каком-то вот таком диапазоне отсюда до сюда да вот когда у нас первый случай мы интегрируем в ком таком диапазоне если мы находимся близко к м пополам то мы интегрируем вот отсюда до какой-то большой величины да бегаем вдоль вот этой линии то есть в общем что я могу сказать что когда вы частоту уменьшаете у вас вот этот угол зажимается правильно и в пределе если частота маленькая то вы находитесь примерно в районе омега равная омега штрих правильно здесь омега штрих и здесь не сильно отличается от омега штрих окей ну давайте попробуем а теперь проанализировать наш интеграл вот у нас получился такой интеграл да для определенности здесь тоже можно выбрать несколько под областей вот например есть область когда омега штрих близко к м пополам близко к м пополам тогда мы здесь до бесконечности почти интегрируем и это отдельный случай а можно выбрать омега штрих скажем много больше много меньше чем м пополам много меньше чем м пополам то есть находимся где-то вот здесь вот здесь вот можно вообще никаких приближений не использовать а прямо брать и аналитически учислять этот интеграл как есть вот как он есть брать его и считать но понятно что в общем случае это будет несколько сложно поэтому мы себе чуть-чуть упростим задачу выбрав какую-нибудь область попроще давайте вот эту область выберем а про вот эту область можете в четвертом томе прочитать как там около чистоты м пополам надо делать дальше будем считать что мы находимся где-то вот здесь да не около и пополам а вот где-то здесь омега штрих она много меньше чем чем вас давайте тогда посмотрим на наш интеграл что можно сказать про то это отношение омега к е во всей области во области даже не используя вот это приближение во всей области е много больше м да поэтому во всей нашей вот этой первой области мы можем пренебречь этим слагаемым верно его отсюда выкинуть все вот это у нас заменится на двойку правильно давайте про логарифм посмотрим что на звезда логарифм стоит давайте его перепишите на массу мы сократим я коми года и по омега мы с вами интегрируем верно по омега мы с вами должны должны проинтегрировать отлично вот ну конечно вот собственно вот всякие вот эти вот упрощения и написал чтобы мы смогли по простому проинтегрировать понятно что интеграл сам по себе не сложно даже с этим логарифмом можно было бы его проинтегрировать и по точнее давайте пока до самого конца не будем этим пользоваться пока все упростим а потом уже только воспользуемся где-то где можно ну понятно что у вас смотрите это так же как простая задача возникает д омега делить на омега квадрат да поэтому удобно перейти к новой переменной ну да там обозначали кси по моему до м на омега он давайте поступая также как мы делали в прошлой задачки по аналогии вот этот множитель за скобки вынесем сюда вынесем и перейдем к новой переменной посмотрим во что у нас превратится наш наш интеграл равно ну где здесь все сотру мнение пока не выносим пока все погодите вы сначала коэффициенты все вынести то есть выносится альфа пи сокращается если наверно упростить можно да сокращается мысли писать ему не надо я вам место пока освобожу то есть мы за скобки здесь вот здесь вот вынесли омега на омега штрих да омега на омега штрих давайте они пусть перепишут а мы это уме делаем зачем мы сделали чтобы д омега на омега штрих сразу на оружие вынести правильно молодец соответственно вот эта штука будет в квадрате правильно а здесь будет омега штрих на омега множителем здесь омега штрих на омега множителем минус 2 омега штрих на омега мнение предела у нас изменится теперь когда мы к новой переменной перешли перейдем до то есть вы пока еще не переходите ну хорошо ладно перепишите давайте сразу переходить к новой переменной декси на то есть вот это омега квадрате вот это д омега она пошла дифференциал только еще одну массу тогда надо до куда-то написать знаменатель наверно до массу укси это безразмерная переменная от д омега на омега имеет омега квадрат имеет размерность единиц на масс декси до логарифм пишем под логарифм у нас я стер благополучно а вот это омега смотрите а нас вот это сократилось не зря мы вынесли до логарифм был логарифм и и е е делить на омега до ночи новых переменных это будет что такое нет где-то знаменатель как омега это м делить на кси здесь будет м в числителе я да вы и кси как-нибудь по-разному пишите но квадратных скобках все таких возьмите аргумент да вот такой вот у нас логарифм логарифм здесь у нас что останется единичка плюс омега штрих на омега вспоминаем что такое омега штрих мы оставляем омегу выражаем через кси на то есть будет омега штрих на им все в квадрате правильно и на кси в квадрате дифференциал ну вот до омега делить на омега квадрате мы писали как декси декси да правильно и массу не забыли еще нас здесь тоже будет на массы на кси да это вот этот множитель а вот этот перейдет куда это вот прямо на шекси стоит да но он гастрих минус все квадрате ага минус кси да и без квадрата да окей кси в каких пределах верхний предел какой год раз единицы на кси значит нижний стал верхнем кто был никем тут станет 7 до из гнязи князи в грязи м на омега штрих да а верхний предел перейдет в нижний какой будет пока мы еще никакие приближения в этой области не использовали да вот это еще не использовали пока что преобразуем как как нужно взять массу и поделить на всю вот эту радость да что что ну конечно у нас вот смотрите пределы поменять верхний на нижний поменяли да но и дифференциал у нас же декси это будет минус д омега делить на омега квадрате еще один минус мы это учли я как вас учил уже что можно за знаком вот этим знаком не следить почему потому что вот первоначально положительный интеграл он у вас и потом после замены будет положительного вы же видите что в начале интеграл положительный да от меньшего до большего интегрируйте значит и после замены у вас от меньшего до большего когда интегрируете будете получать тоже положительный интеграл то есть поэтому за знаком плюс минус здесь можно не следить а если быть строгим то ну конечно один минус пределов один минус из того что дифференциал единицы на омега это минус д омега на омега квадрат да вот такая вот это даже можно на омега сократить будет смотрите м на омега штрих минус 2 минус 2 ну так вот ну собственно и все дальше этот интеграл можно просто по кси брать точно здесь и сложных интеграл вообще нету здесь логарифм да стоит и какой-то полином от кси все здесь ничего сложного нету поэтому в принципе мы могли бы полностью это досчитать но давайте чтобы как-то попроще у нас ответ выглядел и заодно мы потренировались вот в логарифмическом приближении считать давайте возьмем сейчас вот такую чистоту будем считать что чистота у нас много меньше чем масса пополам ну например много меньше означает не параметрически много меньше да с параметром нашей нашей задачи то есть не то что я беру массу и делю скажем на гамма фактор нет не параметрически много меньше а численно просто масса делить на 10 например реанимация делить на 50 на какое-то на какое-то большое число и вот в таком приближении давайте логарифм посчитаем наш интеграл что мы видим у нас есть вот этот предел есть вот этот предел да а кси между ними зажата при омега штрих маленьком это число какое большое правильно это число большое здесь то же самое число минус 2 правильно поэтому в как можно вынести логарифм наружу взяв в качестве кси что можно верхний предел а можно и нижний вообще-то взять в этом приближении можно и нижний нижний взять потому что когда у вас частота маленькая да вот вы по этому узкому промежутку интегрируете в общем не особо важно какую вы какое значение вы возьмете в котором вы носите логарифм правильно мы подставляем то есть качестве кси берем ну что выбрали вот это да выбрали потому что могли бы и нижний подставлять но вот эту двойку под логарифм мы права не имеем таскать да это уже превышение точности будет будет логарифм чего энергии на уме что их отлично правильно вот давайте массу тоже наружу вынесем она у нас ну не под логарифм только вот сюда вот куда нибудь да и остался интеграл но чтобы посчитать я не знаю даже как это быстро сделать давайте вот это за игрек обозначим на за игрек и через 2 игрек его перепишем просто игрек тогда будет меняться в каких пределах если м минус омега штрих минус кси то игрек от 0 и до до двойки эти пределы стали проще от параметра не зависит интеграл от нуля до единицы под игрек кси у нас это есть все это что такое то есть м на омега штрих минус игрек да мы подставляем везде то есть до игрек до игрек поменяли да 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 она что выделить собрались мы уже вынесли единичка дальше пошло омега штрих квадрате на м квадрате а здесь просто явно распишите что такое кси в квадрате вот наш кси скобки как бы раскрываем всем да 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 плюс игрек квадрате да ну и так же остальные члены пишу сюда пишите вместо пришло сейчас туда слагаем она вот это в точности игрек у нас до стоит проинтегрировал танец доской смотрите м на омега штрих игрек минус игрек не почему игрек в квадрате до игрек квадрате правильно это игрек он в квадрате да и последнее минус 2 это игрек да и еще было омега штрих на м омега штрих на м ага да вот так окей все ну ладно перепишите этот коэффициент приходится большим логарифм на еще раз мы только таких методических целях вот использовали то что омега штрих много меньше м пополам могли бы не использоваться из 2 давайте от этого слагаемого что будет не а то не сократились от первого слагаемого да тоже двойка тоже двойка от вот этого слагаем интеграл по игрек это что нам дает игрек квадрат почему ну пополам с двойка ушло да то есть будет четверка умножить на омега штрих на м да со знаком минус минус четверка от интеграла и омега штрих на м да окей дальше от игрек а интеграл будет восемь третьих до их квадрат на 8 третьих и м штрих пополам в квадрате еще нож телем но сюда да пошел здесь смотрим от первого слагаемого тоже все сократилось и осталось просто а размерность потеряли очень интересно где но мега штрих на м это безразмерная величина где мы ее потеряли размерность сечения должна быть должна быть обратный квадрат до размерность у нас размер . должен быть обратный обратная масса в квадрате правильно обратная масса в квадрате где вот здесь мы ее уже потеряли да когда записывали комп тон а там масса было в знаменателе да там было еще кто запросил проверьте комп тон edap правильно записала ли не там было еще масса до знаменатель давать камптон правде вот это у нас комп тон стоит до каптон это до сигма она тоже должно массу в квадрате знаменателей иметь ну вот массов квадрате знаменателе было вот так нужно было массу записать да спасибо сразу сверяйте когда мы это пишем что потом так возвращаться здесь масса вклад еще не в квадрате здесь квадрате они варьи тут объединяются до в радиус электронов 8 третьих это вот отсюда да хорошо дальше отсюда здесь будет в третья степень то есть 16 четвертых до 16 четвертых омега штрих на m отлично сюда идем здесь тоже у нас частично сокращается до четверка со знаком минус только до минус 4 и последнее со знаком плюс y почему 8 3 нет ни 8 3 2 к еще y квадрате интегрируйте это будет 16 16 3 до 16 3 правильно шестнадцать третьих омега штрих на а да вот так вот вот так вот до 4 сократились так здесь это что такое минус 8 3 нет что-то у нас со знаком как-то с общим знаком как-то нехорошо у нас частота маленькая правильно то есть омега штрих на m это малый параметр много меньше единицы и что мы видим что у нас главный вклад получился минус 8 3 что ли это что-то не так здесь вот все все правильно записали за знаками просто следим вот это что такое это какой член вот это почему со знаком минус со знаком плюс вот этот член да а то у нас сейчас сечение отрицательное получится здесь будет здесь поменяли должно быть плюс 8 3 и здесь минус 16 четвертых да хорошо правильно так так лучше гораздо окей давайте переписываем давайте вот эту 8 3 поскольку это самый главный вклад до наружу вывод вытащим чтобы у нас было как обычная единичка плюс поправки единичка окей при линейных членах линейный у нас вот где еще вот тоже четверка вот 16 до минус 4 плюс минус 4 это будет минус 8 до минус 8 и мы 8 3 вынесли то есть будет ну что останется пишите единицы это главный вклад до теперь поправку к нему по параметру омега штрих к минус омега штрих на м правильно и от квадратичных от квадратичных у нас только вот он до плюс омега штрих но все в квадрате да вот такое выражение получили правильно нигде не ошиблись коэффициентах вот такое выражение получили еще раз подчеркиваю вот этому просто для упрощения чтобы сергей до конца ответ до считала не считала до вечера да вот эти интеграл с логарифмами в целом можно было бы это упрощение и здесь и не делать здесь она не принципиально в первой области теперь что во второй области происходит давайте полностью и спасибо сергей полностью не будем вторую область рассматривать но кратко кратко и рассмотрим омега штрих больше чем м пополам да здесь возможны два случая два случая первый случай это когда омега штрих порядка массы то есть параметрически просто порядка массы то есть это может быть 5 масс 10 масс даже 50 масс да это один случай а второй случай другая параметрическая зависимость когда омега штрих какой еще параметр есть задач энергии есть правильно когда омега штрих порядка энергии порядка энергии это друг это другой случай потому что здесь чтобы я отсюда сюда перейти мне нужно домножить на мой большой параметр задачи поэтому это два разных режима да вот в этом режиме мы можем сделать все точно так же как мы с вами делали давайте напишем так здесь вот можно стереть это у всех есть все сравнили да мы вроде правильно почитали насколько я помню коэффициенты здесь все именно именно такие у нас тоже самое выражение что и раньше да но теперь верхний предел у нас будет бесконечность поскольку мы вот в этом режиме находимся то есть интеграл будет давайте его сразу перепишем вот эту массу теперь уже забывать не будем я прямо беру вот это выражение да вот это выражение значит интеграл по д омега делить на омега в квадрате омега в квадрате осталось д омега штрих делить на омега штрих здесь и сократилось будет альфа в кубе на массу в квадрате правильно нет не в квадрате пока что просто на массу на массу и интегрируем мы от омега штрих до бесконечности до бесконечности интегрируем вот эту квадратную скобку единица плюс омега штрих на омега в квадрате плюс омега штрих на омега а здесь стоит так напишу из вот этой скобки вытащу м на омега штрих будет м на омега штрих квадрате а здесь останется омега я хочу хотел сделать м на омега штрих квадрате здесь останется единица минус омега штрих на омега в квадрате на минус 2 просто переписываю квадратную скобку омега штрих на омега здесь тоже вынесу этот параметр м на омега штрих тогда здесь останется единица минус омега штрих на омега вот квадратная скобка закрылась так дифференциал по омега штрих я наружу вынес омега квадрат у меня остался до омега и вот такой вот интеграл и логарифм 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 стоит как и раньше е делить на е делить на омега е делить на омега и двойка да вот эта двойка теперь двойка это или не двойка спрашивается что мне сюда писать вот раньше вопросов не возникало в этой области здесь это слагаемое всегда было меньше чем всегда было много меньше единицы теперь могу я это на двойку заменить или не могу вот здесь вот мы находимся да но интегрируемую от омега штрих до бесконечности на бесконечности интегрирую вот вопрос о том докуда я вообще могу вот здесь вот интегрировать на интегрировать вот если у меня вот это же x был правильно это x параметр x у меня условия применимости моего метода были какие 1 минус x много больше чем там была масса и перпендикулярная на модуль п да то есть x у меня должен всегда быть все-таки меньше меньше единицы x у меня меньше единицы здесь поэтому здесь вот x это величина меньше единиц то есть реально у меня интегрирование идет не до бесконечности а до до моего большого параметра у меня большого большой параметр энергии правильно то esses реально это не бесконечность это энергия эта энергия правильно но убедительное или нет или какие то вопросы вызывает убедительно следовательно Вот если я здесь, допустим, оставлю это омега на эпсилон, то вклад порядка единицы будет набираться где? На каком пределе? На верхнем или на нижнем? Вот если я, допустим, оставил, это m на омега. На нижнем у меня здесь будет омега штрих поделить на e, а эта величина много меньше единицы. Ну то есть я что хочу сказать, что вот эту величину имеет смысл оставлять только в области, где у вас омега большие, правильно? Ну согласны, что там омега, где порядка e, тогда он дает вклад порядка единицы. Но там, где омега порядка e, у вас логарифм, логарифма большого нет. Если омега у вас порядка этой энергии, то у вас не будет большого логарифма в задаче. Согласны? Поэтому можно их оставлять, эти члены, но они не будут давать вклад в коэффициент перед большим логарифмом. Поэтому мы их выкидываем и снова заменяем на двойку. Поэтому я снова пишу сюда двойку. Вот это рассуждение понятно? Это получается, что вся скобка в этой области вкладка e не будет давать вкладки? Ну конечно. Это так очевидно, я как раз специально в таком виде записал. Смотрите, у меня омега везде в знаменателе стоит. Вот омега здесь в знаменателе, здесь в знаменателе. Поэтому если у меня омега порядка e, то вот эта величина, вся скобка, кроме единички, все коэффициенты, они малы. Правильно? То есть все вот эти коэффициенты, они будут маленькими. После этого все уже гораздо проще, после того, как мы упростили, убрали вот это омега на e. И этот интеграл опять же можем с логарифмической точностью вычислять. Ну здесь какая замена напрашивается? Раз d омега на омега квадрат. Да, то же самое, что и раньше, правильно? То же самое. Но поскольку у меня омега штрих и масса, это параметрически одно и то же, но удобно здесь сделать замену омега штрих на омега равно кси. Да, не масса на омега равно кси, а омега штрих на омега равно кси. Но это, говорю, это реально та же самая замена, что и раньше. Тогда у нас кси будет меняться. Давайте вы перепишите, а я здесь же напишу. Она уже в каких пределах будет меняться? От нуля, да, от нуля, а на самом деле от величины порядка омега штрих на е, да, регуляризатор-то у нас такой, до единицы. До единицы. Здесь будет стоять декси. У меня опять с размерностью какая-то ерунда, да? А, не-не-не, пардон. Я же, когда замену делал декси, вот у меня стояло д омега делить на омега в квадрате, правильно? Я перехожу к декси. Если я к декси перехожу, то у меня еще один омега штрих знаменателя будет, верно? Поэтому я сюда ставлю квадрат, а здесь будет декси. декси, просто не до конца перешел. Вот, здесь у меня стоит кси в квадрате, здесь стоит кси, здесь стоит кси, здесь стоит кси, здесь стоит кси, а здесь стоит е на омега штрих умножить на кси. А, ну, вверху была же не бесконечность реально, а была порядка энергии, да, величина. Но если я сделаю замену переменных, она перейдет в омега штрих на энергию, а не в ноль, да? Но после того, как мы вот эти члены выкинули, нам это даже не нужно, нам можно здесь оставить ноль везде. Правильно? Теперь как будем вычислять интеграл? Интеграл теперь реально от нуля до единицы пошел. Вот такой логарифм. Что с ним делать? Где его выносить-то? Ну, на каком пределе мне его выносить? И почему я имею право это делать? Ну, смотрите, здесь все совсем как бы просто. Этот логарифм – это и сумма двух логарифмов, правильно? Это есть логарифм е к омега штрих плюс логарифм кси. Согласны? Так вот, правильно? А вот это – это большой логарифм по условию задачи. Много больше единицы, да? А вот этот логарифм кси, он у меня благополучно проинтегрируется с полиномом, с каким-то от нуля до единицы, с коэффициентами порядка единицы у этого полинома. И даст число порядка единицы. Верно? То есть у меня отсюда вклад порядка единицы, а здесь большой логарифм. То есть, иначе говоря, я должен оставить только е к омега штрих. Или что-то же самое, вынести этот логарифм наружу на верхнем пределе. Правильно? Поэтому я вот такой вот трюк делаю, да? То есть выношу этот логарифм наружу на верхнем пределе. Вношу. От нуля до единицы. Здесь стоит логарифм е на омега штрих. Здесь квадрат. И все. И у меня остается совсем простой интеграл. Полиномиальный интеграл. Давайте вам две минутки, чтобы его досчитать, чтобы ответ получить. Равно. Я пока с доски сотру. Что у вас получилось? Восемь третьих, если наружу вынести, дальше. Д омега штрих на омега штрих в квадрате. Да? Еще там масса у нас где? В знаменателе. Да? А в скобках логарифм большой. Вот мы его записали. Е к омега штрих. А здесь? Масса делит на 4 омега штрих. Плюс. Минус. И второе слагаемое. От отношения, как m квадрат к омега штрих в квадрате, да, зависит. А коэффициент какой? Здесь вот четверка. А здесь? Три вторых. Нет, не три вторых. Вы восемь третьих наружу вынесли. Восемь третьих наружу вынесли. А? Шестнадцатая. Одна шестнадцатая, да? Одна шестнадцатая. Одна шестнадцатая, да. И знак тоже плюс. Вы восемь третьих наружу там, Леонид, вынесли, поэтому там коэффициент, наверное, из-за этого другой у вас, да? Вот такой вот спектр получился. Обратите внимание, что... Это стоит на это обратить внимание, что он уже не d омега штрих делить на омега штрих, правильно? Как раньше было везде. Он d омега штрих делить на омега штрих в квадрате. То есть вообще-то спектр модифицировался относительно обычного тормозного спектра типа d омега на омега. Правильно? То есть видно, что здесь зависимость более интересная получилась. По вычислению интеграла здесь вопросов никаких нет. Понятно всем, да? Ну, если где-то не так, то арифметика. В арифметике ошиблись. Это правильный ответ. Это правильно писали. Последний случай, когда омега штрих порядка энергии. Что мы про него можем сказать, про этот случай? Давайте на большой логарифм посмотрим, который у нас в нашем методе возникает. Вот этот большой логарифм. Его там нет, да? Его там не будет, этого большого логарифма. Но это не так очевидно, потому что вы интегрируете по омега, а не по омега штриху. Омега штрих у вас наружу уносится до омега штрих, на омега штрих. Правильно? Но характерные омеги, на которых вы сидите, у вас же интеграл идет от омега минимальной, а это омега штрих. Правильно? Омега минимальная у нас была, напоминаю, омега штрих, а это была бесконечность во второй области. Поэтому, по крайней мере, ваши омеги, они везде больше, чем омега штрих. Если у вас омега штрих параметрически это энергия, то у вас не будет большой логарифм. Большого логарифма не будет. Это значит, что ваш метод просто неприменим. То есть вы методом эквивалентных фотонов, вот этот случай, когда у вас жесткий спектр, вы его найти не сможете. Его нужно искать другим методом, например, методом квазиреальных электронов. Это понятно? Просто большого логарифма здесь не появится у вас. По этой задаче вопросы есть какие-нибудь? Вот в вашей месячной вам по сути то же самое нужно сделать, только еще дифференциальный спектр найти. То есть еще написать выражение доинтегрирования. Доинтегрирования по углу. Потому что вот здесь вот в полном сечении, когда мы полный комптон писали, мы по омега проинтегрировали, да, вот, а там интегрировать не надо, то есть один из промежуточных ответов должен быть доинтегрирования написан. Давайте дальше двигаться. Сегодня нам нужно еще одно интересное сечение успеть сделать. Вот принципиальных вопросов здесь нет. Все понятно? Вторая задача на сегодня – это процесс Бетты Гайтлера. Что это такое? Есть фотон в поле ядра. И фотон в поле ядра может родить электрон-позитронную пару. E плюс, E минус. Этот процесс называется процессом Бетты Гайтлера. Это достаточно сложный в общем случае процесс. Его вычисление в свое время, в 40-х годах, 20-го века, заняло много усилий. Вот в общем случае это вот эти два немца сделали. А мы с вами получим некий ответ для предельного случая, когда частота налетающего фотона какая? Как вы думаете? В каком предельном случае можно получить ответ? Ну, какая она может быть? Очень маленькая может быть. Во внешнем поле можете электрон-позитронную пару родить, если частота очень маленькая. Так было бы это очень интересно. У вас бы на детекторах мягкие фотоны, пары бы рождали. Из ничего. То есть частота очень большая должна быть. Много больше массы электронной. То есть вот в таком предельном случае мы можем найти полное сечение этого процесса. И можем его найти, как раз используя метод эквивалентных фотонов. Что у нас здесь будет эквивалентным фотоном? Такой глупый вопрос. Уж извините, что я к вам с детским садом. Что здесь эквивалентный фотон? Внешний. Внешний это заданный фотон. У него нет никаких поперечных компонентов. Просто фиксированная частота. Она большая. Все. Ну, значит, вот этот фотон, правильно? Который от ядра. Эквивалентный фотон. То есть наше сечение, так же, как и раньше, это будет число фотонов, в данном случае в ядре, умножить на д сигма. Какое у нас? Фото процесс. Это какой будет? Если отсюда мы берем, это у нас источник эквивалентных фотонов. Гамма-гамма и плюс-е минус, правильно? Гамма-гамма и плюс-е минус. То есть верхний блок – это гамма-гамма и плюс-е минус. Ну, чтобы написать вот эту формулу, вот эту формулу, у нас источник фотонов эквивалентных должен быть каким? Ультрарелятивистским, да? Чтобы его электромагнитное поле было почти плоской волной. Чтобы виртуальность вот этого фотона можно было пренебречь, правильно? Поэтому прежде чем записать вот эту формулу, мы должны перейти в систему, в которой это ядро ультрарелятивистское. Можем мы это сделать? Когда частота такая большая? Можем, да? А если бы частота маленькая была, могли бы это сделать? Кто мне мешает сделать буст так, чтобы вот эта частота, ну, так, чтобы вот это ядро стало релятивистским? Существуют же такие системы отсчета, где это ядро релятивистское, правильно? Ну, давайте, Леонид, идите к доске. Вот давайте перейдем в некую систему отсчета, которая будет двигаться с большим гамма-фактором. Мы его сами руками подберем, чтобы он был большим, да? И запишем в нем частоту нашего вот этого фотона, фотона омега. Это частота, как ее обозначить-то? Омега-Н давайте. Омега-Н. То есть это частота фотона, частота внешнего фотона в системе, где ядро ультрарелятивистское. Ядро у нас убегает от фотона, то есть фотон у нас покраснеет. То есть здесь будет гамма-фактор. Давайте его как-нибудь обозначим гамма-0, чтобы не путать, у нас еще один будет. Здесь будет омега минус бета на омега, правильно. Вот, отлично. Это бета-0 пусть будет, да? Омегу наружу выносим. Бета у нас близко к единице. Мы хотим, чтобы ядро у нас было ультрарелятивистское. Гамма-фактор в наших руках. Какой хотим, такой его и возьмем. Сейчас подумаем, каким его взять. 1 минус бета. Давайте на омега на 1 плюс бета умножим и поделим. Здесь будет 1 плюс бета. Тогда пример на двойка, а здесь квадрат, да? Тогда гамма-фактор сократится равно. И останется на 2 гамма-0, да? Гамма-0, отлично. Давайте его возьмем большим. Что такое большое число? Это тот параметр задачи, который у нас велик. Какой у нас параметр задачи велик? Отношение m к омега, да? Давайте в качестве гамма-0 возьмем m на 2 омега. Двойку чисто для удобства написал. Тогда омега n чему будет равна? То же самое омега, что и здесь, да? Ой, мы его большим хотим взять, а не маленьким. А я его маленьким взял. Наоборот. Наоборот, нужно взять его большим, правильно? Мы же его большим хотим взять. То есть, двойка для удобства, а здесь омега км – это наш параметр. Двойку я написал, чтобы вот эта двойка сократилась. Просто для удобства. Масса, просто масса, да? Все, теперь у нас ядро релятивистское. Здесь у нас масса. И теперь нам нужно написать сечение вот этого процесса. Вот этого процесса, да? Сечение. И dn. Вот это dn мы находили с вами на прошлом семинаре. Посмотрите, чему оно равно. Пока вы смотрите, я напишу сечение σ γ γ e плюс e минус. Это сечение мы с вами не считали, но мы считали кросс-канал этого сечения, квадратматочного элемента, правильно? Поэтому это сечение можно из камптоновского сечения, которое мы считали, получить просто преобразованием кроссинга. И я ответ сразу записываю. πρg квадрат пополам. Здесь стоит единица минус β квадрат умножить на 3 минус β в четвертой. Здесь стоит большой логарифм, так же, как в камптоне. Камптон как был устроен? Единица на s и большой логарифм, логарифм s. Вот единица на s. А здесь стоит 1 не плюс β поделить на 1 минус β, минус 2 β, 2 минус β в квадрате. Вот такая вот радость. Это полное сечение. Где β, это есть что такое? β, это есть скорость электрона и эпоситрона в системе центра инерции. Или иначе говоря, если через вариант s это записать, β, это есть что такое? Через s. Чему β равно? Ну, что останется? Мы вот просто много раз уже писали, что будет. Через вариант s, если записать. m квадрат, во-первых, на s, да, с коэффициентом, с каким-то здесь единичка будет. s это 4e квадрат, минус 4, правильно? s это 4e квадрат, четверка сократилась, в числителе будет e квадрат минус m квадрат. Это импульс. Импульс на энергию. Это β наше, да? То есть β это есть, β так вот связано с инвариантом e плюс e минус или гамма-гамма. dn написали, да? Чем мы ровно? Число фотонов, эквивалентных фотонов в ядре. x это у нас ω, да? Давайте, ω на e, давайте сразу введем частоту эквивалентного фотона, ω ее обзовем. Ага, хорошо. Пишите пока. Двойку еще. Двойку. Ой, это что такое вы пишите дальше? Вот это вот. Ну, один на x-чертой. x-чертой. Но мы это уже упростили. Мы там уже с вами сказали, что из-за того, что масса ядра к бесконечности, у вас просто двойка будет, да? Множитель двойка. Здесь, ну, нормально, запишите со всеми коэффициентами. Все, сократите лишнее. Здесь двойка. А после устремления m к бесконечности это у вас перейдет в гамма-фактор. В нашем случае это есть гамма-ноль. Гамма-ноль мы его обозначили. То есть это гамма-фактор источника, правильно? Источника. А это частота, ну, вы ω-e решили ее назвать. Ну, давайте, ω-e. Частота эквивалентного фотона, правильно? Ку максимальная, раз мы берем там полное сечение, это есть масса, да, как обычно. Это есть масса здесь стоит. Масса, во. Вот так вот. Х, это что такое? Это отношение ω-e к энергии ядра. Энергия сократилась, то есть останется dω-e поделить на ω-e. Давайте тоже так напишем. dω-e поделить на ω-e. Вот такое выражение. Мы его с вами на прошлом семинаре аккуратно получили, да, предельным переходом при стремлении массы ядра к бесконечности. Здесь масса, это масса верхнего блока, то есть электрона, правильно? То есть это электронная масса, да? Вот, такое выражение написали. Отлично. Нам нужно вот это выражение проинтегрировать по ω-e. Верно? По ω-e проинтегрировать. Ну, давайте его напишем. Каким образом? Вот это dn, да? Вот это сечение, здесь прямо даже не дифференциальное, а сразу полное можно взять, то есть проинтегрировать здесь сечение. Но в него входит β. Вот как β связано с ω-e и с ω-n у нас? Каким образом? Не-не-не, вот ω-e это частота эквивалентного фотона. Вот у нас есть β, да? β имеет смысл инварианта S. Инварианта S для эквивалентного фотона и для нашего исходного фотона. То есть как записать инвариант S чему равен? Если у вас есть один фотон, это эквивалентный фотон, да? Здесь стоит ω-e, 0, 0, 0, перпендикулярное, минус ω-e. А здесь у вас реальный ваш фотон с четырехвектором, это K1. Омега плюс ω-e. Ну, напишите, и потом напишите, чему я сравню. То есть здесь будет ω-n, да? ω-n мы ее обозначили. 0, 0, ω-n. Инвариант S это их сумма по модулю в квадрате, да? То есть это будет ω-e на… То есть S, это еще раз, смотрите, это есть K1, то есть K1 плюс K2 в квадрате. Они у нас фактически реальные. То есть это чему равно? K1 квадрат в квадрате, если скобки раскрою. 2K1, K2, да? А 2K1, K2 чему равно? Вот наши K просто перемножаем их явно. ω-e, ω-n. Угу. 4 ω-e, ω-n. Совершенно верно. То есть это есть 4 ω-e, ω-n. Во, отлично. Вот наш бета-фактор, он так и связан, да? То есть бета имеет смысл инварианта S. Давайте напишем, чему он равен. Это есть корень. Вопрос. Почему удобно здесь интегрировать? У нас есть ω-e независимые переменные, есть бета, которая вот так связана с ω-e. Почему удобнее интегрировать? По бета или по ω-e? Вот бета через ω-e довольно страшно выглядит, правильно? Давайте подставим сюда, чему равно наше ω-n. Оно равно массе. Что останется? Нет, х у нас по-другому определили. Ну, просто пишите, что получится. То есть это будет масса поделить на ω-e. Отлично. Ну, выразите отсюда, чему равно ω-e. Я. Бета удобнее брать, правильно? Потому что вот здесь вот все вот это выражение записано через бету. Если мы ее начнем через ω-e писать, здесь какие-то корни будут, там, сложное выражение. То есть такая, когда я вас что-то спрашиваю, то ответ обычно очевиден. То есть удобнее интегрировать по бета, перейти от переменной ω-e частоты эквивалентного фотона к бета-фактору, да? Поделить на 1 минус бета в квадрате. Отлично. О бе-ге у нас ходит куда? Он ходит сюда и вот в этот дифференциал. Правильно? Ну, давайте писать уже наш ответ предварительный. Я здесь чуть-чуть место освобожу вам, чтобы побольше было. d-сигма равно. Значит, у нас будет интеграл с вами по частоте эквивалентного фотона или еще что-то же самое по бете, да? d-омега, ну, переписываем все вот эти коэффициенты, 2z квадратом, z квадрат только, а не альфа квадрат, а альфа, а не квадрат. На π. d-омега-e на омега-e чему равно? Вот отсюда. Если мы к бете перейдем, к бета-фактору. То есть, еще раз, пока Леонид пишет. Смотрите, интегрирование по частоте эквивалентного фотона эквивалентно тому, что мы интегрируем по инварианту s, рожденные пары. Да? Рожденные пары. Хотя вы сами понимаете, что у вас, если есть исходный фотон во внешнем поле, то он рождает пару с вполне определенной энергией полной. Чему эта полная энергия равна? А? Громче, Эльдр. Ну вот у вас во внешнем поле летит фотон, и он на 2, на электрон-позитронную пару развалился. Чему равна полная энергия электрон-позитронной пары? А куда еще половина омеги ушла? Просто омега. Но энергия же сохраняется во внешнем поле у нас. То есть у нас... Я про что? Что электрон-позитронным рождается определенная энергия. У них нет диапазона там какого-то энергии. Так. Ну, все лишнее сократите, двойки только не забудьте, там от дифференциала двойка же еще будет. То есть Д омега Е на омега Е, Е только пишите, ага. Это есть 2 бета Д бета поделить на... Здесь вот был квадрат, а здесь осталась одна степень. 1 минус бета квадрат. Да, вот, отлично. Д омега Е на омега Е вот так вот связано с бета-фактором. Ну, вот рисуем это сюда аккуратно. Вот, чудненько. Откуда-докуда бета меняется? Давайте логарифм еще напишем. Вот этот логарифм. Это нам подскажет, откуда. Формально мы должны бету от нуля до единицы брать, правильно? То есть, вариантная масса может быть такой, что электроны со скоростью света, грубо говоря, движутся. Не, ну омега Е там надо подставить. Мы же знаем, как омега Е выглядит теперь. Масса там сократится, да? 1 минус бета в квадрате, да. Ну, в каких-нибудь квадратных скобочках. Давайте возьмем, потому что там еще сечение будет. Во. Интегрирование по бета откуда идет? Если омега Е менялось от нуля до бесконечности, то бета будет меняться откуда-докуда? 4 м квадратных скобочках. Почему 4 м квадратных скобочках? Ну, с у вас от 4 м квадратных скобочках до бесконечности меняется. Значит, бета откуда-докуда? От нуля до единицы. Так и пишите, от нуля до единицы. Ну, понятно, что на самом деле вверху у вас не единица должна быть, а число близкое к единице. Потому что если бета равна единице, у вас большого логарифма не будет. То есть, когда бета равняется единице, в этой области у вас уже приближение эквивалентных фотонов не работает. Правильно? То есть, здесь можно написать минус дельта, где дельта порядка, чему там? Единица на гамма 0 в квадрате. А будет? Формально так. Какая-то маленькая добавка, отступили от единицы, потому что в единице логарифм уже перестанет большим быть. Вот. Это наше ДН, и сечение пошло. Давайте я вот это сотру. Хорошо? А вы пишите сечение. Сечение это себе куда-нибудь выпишите. Оно вам понадобится при месячных задачах тоже. Вот. Такое сечение. Давайте упрощать. Что у нас здесь? Что-нибудь сокращается? Во, один минус бета сократилось напрочь, да? Поэтому верхний предел мы теперь можем уже не регуляризовывать вот этим условием применимости нашего приближения. Правильно? У нас интеграл уже сходящийся, можно теперь здесь просто единичку написать. Ну, в следующем интеграле единичку напишем. Во. Ну, все. Давайте все коэффициенты упрощаем. Значит, что у нас? Двойки сокращаются, да? То есть, получается... Пи уходит, да? Осталась одна двойка. Да. Бреги в квадрате. Отлично. И интеграл. Интеграл. Давайте прежде чем его писать, проанализируем, что у нас здесь стоит. Вот здесь вот глядите, что стоит. Логарифм гамма 0, это большой параметр, он в наших руках, он очень большой, да? Мы можем взять. Будет логарифм гамма 0 стоять плюс логарифм 1 минус бета в квадрате. Правильно? Что можно сказать про вклад в общий интеграл. От этого и от этого члена? Ну, а то логарифм гамма 0 будет главный. Главный член будет, да? Почему? Потому что это большой параметр, и мы с логарифмической точностью все считаем. А с этим логарифмом интеграл берется, интеграл сходится. Оставшийся интеграл. Вот стоит логарифм 1 минус бета в квадрате, и вся вот эта квадратная скобка еще бета стоит. Сходится интеграл? Сходится или не сходится? Конечно, сходится. Интеграл от логарифма, да? Интеграл от логарифма х до х. Это сходящаяся величина. То есть, от вот этой штуки у нас просто будет некое число. Правильно? Это некое число, и, кстати, когда вы гамма-фактор подставляли, а, гамма-фактор вы еще не подставляли, да? Ну, окей, то есть просто гамма 0, да, вот так стоит гамма 0, а здесь некое число будет, да? Поэтому сразу можем наружу, наружу за интеграл вынести наш логарифм гамма 0, пишем сразу, чему равно гамма 0, это омега на 2m. Под логарифмом двойку можно опустить с логарифмической точностью, правильно, опять же? Я с 18000 разам, наверное, пределить, что логарифм не с 8000 раз. Вот здесь вот? Останется дельфер, что у нас есть. Ой, не тоже гамма-нар. Где, вот здесь вот? Ну и что? Ну, должно быть, по-моему, гамма-нар. Откуда? Еще раз. Вот у нас есть такой интеграл. Интеграл от 0 до 1. Здесь логарифм 1 минус β квадрат, а здесь стоит полином от β до β. Даже? Ну, мы должны быть 1, 1, 1, 1. То есть, если я напишу логарифм 1 минус 1. Ну, если я напишу здесь 1 минус δ, вот так вот напишу, да, то этот интеграл чему равен симптотически при дельте, стремящемся к нулю? Это что такое будет? Типа логарифм можно вынести дальше? Логарифм можно вынести дальше? Логарифм? Логарифм дельта? Ну, сверху, наверное, чем это будет. Откуда логарифм дельта-то? Ну, если вынести? Нет, конечно. Наверное, это теория можно вынести? Нет, нет, нельзя. Откуда логарифм дельта-то здесь будет? Если у вас логарифм дельта будет, то это интеграл расходящийся будет при дельте, стремящемся к нулю. У вас этот интеграл пропорционален не логарифму дельта, а дельта. Он дельте пропорционален. Правильно? Ну, вы, как вы его считаете? Можете посчитать. Вы берете, например, этот логарифм в ряд разлагаете. В ряд разлагаете, от нуля до единички суммируете этот ряд. Но у вас везде там степени дельта будут возникать. То есть это обычный исходящийся интеграл. Это число. Это число, которое, вот если дельта стремить к нулю, это будет число. Я даже могу вам сказать, чему это число равно. Это в задачу не входит, потому что мы с логарифмической точностью все считаем. Но число это будет равно минус сорок девять, минус сорок три девятых. Я имею в виду, что в этом интеграле есть область, где есть логарифм. Нет, в этом интеграле нет области, где есть логарифм. Ее здесь нет. Я еще раз это говорю. Вот у вас при дельта, стремящемся к нулю, при дельта, стремящемся к нулю, ответ у вас выглядит так. Минус сорок третьих девятых плюс о большое от дельта. От дельта, но не от логарифма дельта. Или не от дельта логарифма дельта. Правильно? Как это получить? Как эту симптотику получить? По частям проинтегрировать просто один раз и все. То есть от логарифма от этого избавиться, чтобы логарифм ушел у вас в знаменатель куда-нибудь. Значит, пишем... Ага, вы уже интеграл считаете, да? Вот эту часть посчитали. Окей. Ну, тогда вот эту часть пишем. Как она выглядит? Так. Два бета. Это что такое? Четыре третьих, да? Хорошо. Четыре третьих плюс две пятых. Да, правильно. То есть это будет там, сколько? Четырнадцать пятнадцатых. Вот. И такой интеграл остался. Два бета. Такой. И все. Да? И все. Отлично. Как его считать, этот интеграл? Как его считать, этот интеграл? Будет квадрат, а здесь бета в квадрат. Правильно? Согласны? Тогда, если интеграл отношения перепишу как разность двух, логарифм отношения как разность двух логарифмов, то для верхнего интеграла я могу сделать замену бета дбетом за новую переменную обозначить. Правильно? А для нижнего не делать такую замену. И у меня возникнет такой эталонный интеграл. Я его обозначу gm. Это есть интеграл от нуля до единицы по dc. C в степени n-1, это какой-то полином, да? Который здесь стоит. Множить на логарифм 1-c. Логарифм 1-c. То есть вот такого типа эталонный интеграл у нас возник. А как его считать? Как его можно посчитать? Это. Окей. Да, можно логарифм, например, разложить в ряд. Ну, разложите, давайте. Только n это плохая переменная, потому что n уже есть. Нужно k какой-нибудь. И еще было. Вот так вот, правильно? Теперь правильно. Угу. Хорошо считаем его К от единички до бесконечности Здесь будет К На К плюс Н Отлично Здесь ряд нормально сходится, проблем никаких нет Поэтому под рядом можем на простые дроби разложить Единицы на К, единицы на К плюс Н Какой между ними знак будет и что еще там будет Минус и единицы на Н Отлично Тогда, смотрите, у вас возникает Вот эту бесконечность могу заменить на какое-то большое число Н И устремить его к бесконечности Ряд сходится, проблем нет Тогда, если я из этого ряда вычту этот ряд То для этого ряда я могу сделать замену переменных На Н сдвинуться И он будет выглядеть так же, как этот ряд Правильно? Следовательно, весь ответ у меня как будет записываться Это будет минус единица на Н А от вот этой разницы что останется? Н лишних членов То есть будет единица на Н Плюс единица на Н минус 1 Плюс и так далее Плюс единичка, правильно? Согласны? Или быстро сильно? Вот для вот этого ряда Для вот этого ряда Вы делаете замену переменных То есть К плюс Н обозначаете за К большое Когда у вас точно такой же ряд возникает К большое Только К большое меняется уже не от единицы А от 1 плюс Н Правильно? И вы из вот этого ряда Здесь тоже К от единицы до бесконечности Единицы на К Вы читаете Весь бесконечный хвост Правильно? Весь бесконечный хвост Вы читаете Остается только первые Н членов этого ряда То есть единичка плюс единицы на Н Ну, либо единица плюс одна вторая Плюс так далее Да, плюс единицы на Н Да, вот так вот Отлично Так выглядит наш интеграл эталонный Тогда то, что здесь написано В квадратных скобках Давайте с вами перепишем Значит, в квадратных скобках У нас Что осталось? Вот здесь вот От первого интеграла Здесь будет что? Минус 20 Плюс 6 И на 15 Минус 14, 15 Минус 14, 15 Совершенно верно А вот эти все интегралы Которые у нас здесь стоят Давайте их запишем через наш Gm Через наш Gm Значит, смотрим аккуратно Здесь вот Берем числитель логарифма Мы должны там сделать замену Вот у нас двойка как раз стоит Два бета, да? Кстати, вот у вас Вот это два бета Откуда вот два? Вот вы, казалось бы, двойку вынесли Ну вот почему здесь написано Вы двойку вынесли А почему здесь вот два бета у вас осталось? Когда этот интеграл считали Вы уже просто бета брали Здесь двойки нету, да Здесь двойки нету, да То есть для числителя логарифма Мы должны сделать замену переменных, да B квадрат равно новой переменной И 1 вторая тогда будет Правильно? 1 вторая пишем 1 вторая А интегралы, которые здесь возникли Какие будут? Тройка умножить на G Какое? G от 1 Минус Это новая переменная в квадрате, да? G, почему двойки? У вас новая переменная в квадрате Отвечает N равная Чтоб к Си квадрате было Тройки, да? Минус G третья Минус G третья Отлично Это числитель нашего логарифма Знаменатель двойку сразу выносим Здесь будет минус 2, да? Минус 2 И какого типа G здесь будет стоять? G от двойки С тройкой, да? Дальше минус G G от шестерки G от шестерки Вот, отлично То есть вот это надо посчитать Ну давайте мы вот эти G напишем А уж высшую арифметику вам на дому оставим Давайте посчитаем все G, которые у нас входят G1 чему равно? Сюда смотрим Если 1 подставляю Просто минус 1 Да G2 равняется, смотрите, минус 1 на 2 А здесь будет 1 плюс 1 вторая Чему это равно? Пишите Минус 3 четверти Вот это у нас было 3 вторых, правильно? G3 равняется минус 1 треть Здесь предыдущий кусок То есть 3 вторых Отсюда я взял Плюс что? 1 треть Одна треть Это чему равно? Считаем аккуратно 11 со знаком минус там, да? 11 в 18 11 в 18, да? А все вот это вместе Это 11 шестых было, правильно? Вот это, это 11 шестых G4 Это есть минус 1 четвертая Предыдущий клад 11 шестых Плюс что? 1 четвертая 1 четвертая И это чему равно? 44, 50 То есть это будет 50 24 24, да? 24 на 4 Это будет 96 96 И знак минус, да, общий Окей G5 Это есть минус 1 пятая Такое занудство некое 50 24 Плюс 1 пятая Считаем 274 274 120 на 5 600 120 на 5 120 на 5 600, да 600 120 на 5 Да, правильно Ну, сократить можно, да? Наверное, здесь На сколько можно сократить? На 2 На 2 как минимум можно сократить, да? А это, соответственно, у нас было 274 274 120 137 137 3 сотых Да, отлично И последний G6 G6 Это есть 1 шестая На этом этапе мы сколько получили? 274 120 Прибавить 1 шестую 1 шестую 1 шестая 274, да, пардон 1 шестая Это что? Это 20 120, да? Ага Будет 294 720 Можно сократить Минус, да, общий Извиняюсь Можно сократить На 4, наверное, да? Или на сколько? Нет, не на 4 На 2 можно сократить Ага 100 80 80 97 360 Ага Да 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 Так и есть Значит, мы их с вами нашли Минус 137 Трехсотых Это правильно было И последний Минус 100 Не, 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 не Что-то мы с вами Это же больше 300 будет А Я киваю тоже головой 147 147 360 Да Минус 147 360 Да Все Дальше осталась Чистая арифметика Вам Дома Спасибо, Леонид Дома подставить Эти цифры И убедиться, что Весь этот интеграл Который мы с вами считаем Это есть 14 9 Просто сложить Вот эти Дроби Некое такое упражнение Для На арифметику То есть Окончательный ответ У нас с вами получился Какой Что Сигма Равняется Там была еще Двойка Да Вот эта двойка Была Двойка То есть Будет 28 28 9 Z Квадрат Re Квадрат Альфа И на Большой Логарифм Логарифм Омега К массе Все, ничего не забыл Вроде ничего не забыл То есть Вот такой ответ получили То есть Мы с вами На самом деле Замечательную задачу сделали То есть Нашли полное сечение Рождения Пары Е плюс Е минус В поле ядра Ну правда В таком Ультрарелятивистском Случае Когда Рожденная пара Имеет большую энергию Но тем не менее Это очень важный процесс Он в космологии Важен Все На сегодня Продолжение следует...